Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, опять же, в постоянном режиме, привычно для вас это дело, значит, разъяснять вам не стану, что каждый вечер с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседуем, ну и песни свои они нам исполняют. Сегодня тот самый случай, когда я хочу сказать присутствующему здесь музыканту отдельное спасибо, просто потому что он очень быстро, я правильно скажу, даже так реактивно согласился прийти в эту студию на подмену, но подмена, я вам скажу, та еще, хорошая в смысле, замечательная, потому что должен был быть сегодня великий балалайшник Архиповский, но он уехал в Китай, так уж вышло, что ему пришлось уехать, И человек по фамилии Гречайник вдруг неожиданно сказал, а почему бы я к вам с акустикой бы не сбежал бы, да песен бы не попел бы, и мы решили, а действительно, а почему бы, собственно говоря, не позвать бы Гречайника, да чтобы он песен попел бы нам, да и мы поговорили бы с ним о том, о чем еще никогда не говорили, хотя переговорили мекарцужа обо всем, о чем могли. Привет тебе, привет. Привет, Семен. Громкий всевозможный. Я думаю, почему бы и да? Гречайник, а почему бы и нет? Я говорю, а почему бы и да? Нет-нет, и да. Давай вот традиции нашу нарушать не станем Споешь сразу что-то А потом мы с тобой уже поговорим Сегодня гостей в студии больше, чем музыкантов Редкий случай, как тебя любят Заметь, поехали Как паук плету паутину Из слов и жестов, загадок, пазлов Каждый раз нахожу причину Пишу картину по хлебу маслом Как паук в ожидании жертвы Зажался в угол мохнатым брюком Прячу ложь между строк в конверты Не знаю правды, но верю слугам Как дела мои? Все в порядке Живу отлично, дышу на ладан А остальное сплошные догадки Теперь о личном Оно вам надо? Как паук охраняю полночь У старой лампы на книжной полке Меж реальностью и сновидением Я привидение в татуировках Как смешны мне твои потуги Мои укусы с ревнем с казнью Заживет все, намажешь мазью Или слезами твоей подруги Как дела мои? Все в порядке Живу отлично, дышу на ладан А остальное сплошные догадки Теперь о личном Оно вам надо Как дела мои? Все в порядке Живу отлично, дышу на ладан А остальное сплошные догадки Теперь о личном Оно вам надо? Ну, как вы уже догадались, сегодня акустика В исполнении для чайника Чайники нагреты И состояние у нас здесь уже напряженное В этой студии, потому что все ждут сегодня Имею в виду, все ждут сегодня хорошего вечера А это все во многом в твоих руках Вообще, спасибо тебе за то, что ты приехал Семен, я и так напуган на самом деле А ты меня еще дальше запугиваешь Чего ты напуган-то, скажи мне Ну, потому что я акустику очень боюсь играть Почему? Потому что это очень большая ответственность перед людьми Одно дело выйти и бахнуть Там, я всегда говорю, со своими бандитами на сцене И дать жару А другое дело одному выйти и вот из гитары А третье дело, это еще и на радио Подождите секундочку, как будто бы ты акустику играешь первый раз Не в первый раз, Семен, но на радио это всегда страшно И вот для меня сегодняшний наш с тобой эфир Знаешь, вот у него есть такое второе название А помнишь, как все начиналось Ага Ну хорошо, давай мы будем снимать твои страхи сейчас Как-то пытаться Смотри, сколько людей на тебя сейчас здесь в этой студии смотрят С любовью, я бы так сказал, с симпатией Поддерживают тебя ради того, чтобы ты не боялся Чтобы у тебя голос не дрожал и руки не тряслись Давай ты начнешь с того, что расскажешь нам про гитару У тебя какая-то особенная гитара сегодня Я ее никогда у тебя не видел раньше Эта гитара очень особенная Это кастомный фендер И вот я о ней узнал только тогда, когда мой друг Коля Николай Скворцов Вообще звучит хорошо, друг Коля Да Вот это лидер Привет, Коля Да, нулевой пациент Вот он мне просто вот Он ее приобрел, дал мне поиграть Мне дико на ней нравится играть И вот на всех концертах практически, которые проходят в Москве Он мне ее дает Мне дико нравится Ну вот эта вот штука И вот так вот безумно разрисована красиво То есть, друзья, это не самопал Это реально кастом Кастом Надо показать в картинке кастом Приподними, пожалуйста Очень хотелось бы увидеть это все Как это выглядит на самом деле Кастом Красота какая Знаешь, у меня удивило другое немножко Что гитара пришла сюда не сама А вместе с другом Колей То есть, настолько Коля не доверяет, видимо, тебе Что таскает гитару сам А уже тут студия отдает тебе в руки И наблюдает со стороны Очень, я так сказал, предвзято Как эта гитара выглядит в его руках Для каждого музыканта Гитара это часть его, правильно? Правильно То есть, каким бы мне родным Коля не был Каким бы я ему не был братом Вот Коля говорит, чайник Давай я ее принесу Дам тебе поиграть И заберу, и все Вот я об этом и подумал Как с нами связываться Я напоминаю, друзья мои 46-47 Это короткий номер для ваших смс Сначала пишите свои Пробильчик ставите А затем уже все ваши вопросы Эмоции Пожелания Ну, в общем, все, что хотели бы сказать Группа То бишь, официальное сообщество ВКонтакте Группа своего радио Там все очень просто Свою радио Москову Одним словом, если хотите После слэш И там уже анонс давно лежит Яркая фотография Таща Гречайника Там же, кстати, сказать В тексте анонса Андрей Гречайник ДМЦ выделено синим Значит, активная ссылка Кликая на которую Оказывается в сообществе ДМЦ Сегодня он один Без группы Сегодня он с акустикой Можно отписываться Кстати, сказать В чатах Чат на сайте своего радио Своя радио.фм Там вы его обнаружите С легкостью И на видеокартинке В видеокартинке Имею в виду Портал Планета.ру Попасть туда просто Зайдя на сайт Вы видите сверху Плеер В котором слева Онлайн аудио Справа онлайн видео Синий кружочек Или голубой Не, лучше синий Иначе голубой странно звучит Нажимайте на этот Синий кружочек И оказывайтесь Картинки Спасибо за то, что вы с нами Спасибо за то, что смотрите Там же чат В чате можно Отписываться В общем, все, что можно И нужно было по коннекту Сказал Теперь дальше Вот тут было сообщение Соодно Вот, Иван Петрушин написал Сейчас тебе должно быть приятно Я просто знаю это Но я понимаю Да, я вижу твою улыбку Добрый вечер Давненько не слушал свое радио Ибо в машине не работает провод Иван, зайдите на станцию Я вам дам 50 рублей Купите себе провод новый Ну, ей-богу Что же за провод-то купить А домой с работы приезжаю Не раньше 11 А сегодня взял выходной Ибо вот такой эфир От лица всех диких фанатов ДМЦ Хотелось бы передать привет Ну, вот нам тут всем Ну и, конечно, Андрюхе огромный привет Хотелось бы задать два вопроса Ты готов? От Вани боюсь даже Иди вопрос слушать Внимание Итак, когда Андрей написал Свою первую песню? Наверное, когда родился И кричал А-а-а-а Ну, как-то все Это была первая твоя песня Да Но записать ты, конечно, не успел Ну, папа Тогда диктофона еще не было Когда папа меня взял на руки Со слов папа поел Да-да Слегка фальшивишь по этому Понимаю И второй вопрос Какой концерт из тех Которые ты когда-либо посетил Посетил Произвел самое большое впечатление Вот я боялся вопроса от Вани Ну, наверное, самый первый мой концерт Который я посетил Опять же, мой папа мне принес То есть это был На руках Ну, практически принес То есть это Концерт был Группа Машина Времени В моем родном городе В городе Полтава На певческом поле Вот И я слушал Машину Времени Я тогда фанател И Ну, было круто Папа меня очень Пытался отправить С пластинкой Машины Времени туда Вот, чтобы я взял Автограф у Андрея Макаревича Но я тогда Очень сильно испугался И сказал Пап Ну, так нельзя Ну, ты не так сказал Нет, нет Семен, я тогда уже Кроме А-а-а Гаврилу Ну, то есть уже Пап, так нельзя А, то есть вот тогда Ты уже нормально Да, да, да Понятно Я думал, что тогда Ты уже послал правильно Папа Ну, это был, по сути, мой Наверное, первый Вот такой вот Живой концерт Когда я попал на живую группу Причем тех людей Которых я слушал Вот Машина Времени Это твой первый Живой концерт Да, с пластинок То есть То есть вот Все остальное И тут смотрю Какие-то дядьки стоят Что-то поют Крёвые А песни знакомые Вот тогда ты подумал Что тебе хочется Точно так же Судя по всему Стоять на сцене Песни петь Ну и дальше Иван, естественно Традиционно В конце своего сообщения Пишет Ихо Ихо, Ваня Все нормально Это тот человек Голос которого На любом фестивале Можно услышать Я просто объясню То есть Ваня Это главарь Нашего фан-клуба Который вот Недавно образовался Они дикие Вот И вот Ваня, спасибо тебе огромное За то, что ты с нами Ваня, хочу сказать спасибо И за то, что флаг Своего радио таскал Периодически на фестивале Они молодцы Вообще огромное Огромное ему спасибо Да Ваня, спасибо, что с нами А проводочек зайди Я тебе передам Это просто Александр Гриб Это слушатель наш Из Лондона Пишет Ни разу не слышал Его в акустике Хотя ДМЦ Одна из моих любимых групп Сегодня ты для многих Возможно раскрываешься С новой стороны Потому что на акустику На твои концерты Квартирники Далеко не все могут приходить Сам понимаешь Там маленькая совсем Возможность посещения Да Сегодня ты даришь людям Еще один свой Еще одну свою постась Скажем Акустический музыкант Такой квартир Свой квартирник Ну на всю Россию И даже больше И куда больше Давай дальше петь А кстати Назови первую песню Чтобы люди знали Как называется Первая песня называлась Как паук Вторая песня Называется Мария Я просто сегодня Друзья Еще Ну не совсем Решил для себя Что мне петь Вот честно Списка не писал Я так всегда делаю На акустиках Вот Потому что акустика Это наверное Самый Такой честный жанр Вот Когда вот Ты не поешь то что нужно Ты поешь то что хочется Знаешь А у меня есть идея У меня есть идея А давай мы сегодня Ну это я сейчас Сам себе говорю Семен Давай мы сегодня Сделаем акустику Как она и должна быть Акустикой У нас сегодня в студии Много людей Гостей своих И вообще все эти люди Свои По сути дела Если у кого-то Возникают вопросы Подходите к микрофону Задаете Гречанику вопрос Хотите так Давайте поиграем В такую игру Вот настоящий Квартирник В программе Живые Трясись еще больше Дружок Спасибо Семен Я тебя любил Всегда И люблю еще больше Давай дальше Поехали Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Андрей Гречаник Как шелк милой Да за пазухой Грел Правду Заплудил Да жемчуг Растерял Да и не жемчуг То атак Но свиньям сладок И то спросили Кот посмел Да где Окрал Над нами Ангелы На небесах Ночь темна И не видать Никого Ты люби нас Боженька Но не всех Ты люби меня Марья Одного Эх Все раздал Дурак Ведь не мое Не жалко Да загулял Следом Слышал Брань С друзьями С горя Пропил Последнюю Рубаку Жемчужину Тебе принес Вот Марья Глянь Над нами Ангелы На небесах Ночь темна И не видать Никого Ты люби нас Боженька Но не всех Ты люби меня Марья Одного Над нами Ангелы На небесах Ночь темна И не видать Никого Ты люби нас Боженька Да только Всех Но ты люби меня Марья Одного Андрей Гречаник Группа ДМЦ Если вы не в курсе Дорога меняет цвет Есть такой Замечательный коллектив Раньше я его называл Коллектив украинский Полтавский Теперь уж не знаю Даже как правильно Мы международный Мы международный коллектив И слава богу Смотри как цепанула Твоя музыка Серега Дебальский Кстати звукорежиссер Программы Живые Есть смысл сказать спасибо Он сегодня А все же Он сказал Ну что сегодня Гитара голос Что я буду тут торчать Отстрою и пойду И сидит уже И слушает Смотри как Нет все пошел Да Все таки ты его не убедил Ну ничего страшного Не убедил ты его Не убедил Спасибо тебе в любом случае Значит Илья Прозоров пишет Смотри что мечтал побывать На концерте ДМЦ С той поры как увидел Первый эфир с их участием В живых Но так получилось Что на питерское выступление С площади Восстания Приехать не удалось Но мы же люди Мы же люди фестивальные Поэтому на окна Открой Прибыл с четким желанием Обязательно вас услышать К сожалению Там вы выступали На малой сцене Услышал группу Совсем немного народу Зато на живом В присутствии Нескольких тысяч человек Вы стали украшением Этого вечера Спасибо огромное Это нисколько не вопрос Давай Серег Давай там Налей себе На дорожку Нисколько не стало В данном случае Ни вопрос никакой Это просто вот Добрые слова Спасибо ребятам в ответ Огромное спасибо За поддержку на живом Вот Опять же таки Диким спасибо За то что там Жгли Вот фоера Ну и ну друзья Спасибо за то что Вы нас дождались Вы нас слушали Нам ну для Для каждого музыканта Очень важна поддержка Из зала Это правда Это 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 очень Очень важно То есть и мне приятно Что живой уже прошел А вот до сих пор вспоминает Ну и конечно Ну опять же таки Я не устану Говорить спасибо Группе площадь восстания Которая сделала Это замечательный фестиваль Вот Иван Терепенчук Чудное сообщение написал Пока ты говорил Я его обнаружил Спасибо своему К ДМЦ Привыкал долго Хотя очень много Моих друзей Их очень любят Особенно подруги Исмайли По-настоящему Зафанател этим летом Прослушав штук Пять эфиров живых На три года За три года видимо Шедевральные вещи Творит гречень Ну в общем да Есть такие группы Которые ложатся на слух сразу А есть такие группы Ну или скажем Музыка Которую надо осмыслить Которую нужно понять Которую нужно в себя впустить Вот мне кажется Что та самая история Здесь сегодня Потому что Ну скажем Своеобразный вокал Своеобразный подход К музыке Та песня Которую ты сегодня Петь не будешь Потому что она В любом случае В акустике не звучит Не сильный свет Они не стоят говорить Нет Я скажу Тем кто не в курсе Найдут ДМЦ Не сильный свет Песня Которая сразу Как-то я ее услышал Произвела на меня Такое впечатление Что вот ощущение Было как будто бы Я вот сейчас вижу Что-то перед собой Совершенно невероятное Хотя потом конечно Оказалось что все нормально Все вероятно Да это так Случайно у них Выстрел произошел В общем песню написали Шучу я Шучу Эта песня Тогда на меня Действительно Произвало впечатление Огромное Именно после этого И зародились Наши такие вот Добрые теплые Человеческие отношения Потому что люблю Талантливых людей Особенно если Талантливые люди Умудряются Творить талантливые вещи Жень Кулик Важно Пишет он Важно Очень Добрый вечер У меня два вопроса Первый Вы собираетесь дальше Забивать свое тело Татухами Очень важный вопрос Вас какая часть Моего тела интересует Женя конкретно К вам Я возможно Забиваю Какое-то часть Моего тела Дальше татухами Просто я это не свечу Да и второй вопрос Смешной случай Из общежития По скриптам Привет из Полтавы Женя оттуда Привет общежитию Привет из Полтавы Я не помню Этого случая А ты забыл Этот случай Я вспомнил Я теперь двое суток Буду вспоминать Если не помню Значит не было Кстати когда ты говоришь Сказал вдруг О той части своего тела Ни у кого кстати В студии вопросов не возникло На всякий случай О том случае О том части своего тела Которую ты не будешь показывать Где ты забиваешь Я анекдот вдруг вспомнил А сейчас у нас сегодня день Такой можно анекдоты Я думаю рассказывать В легкую Приходит человек к доктору Говорит доктор Я работаю на стройке У меня несчастный случай Перевязанный весь Говорит Меня отрубило Причинное место Ну давайте показывайте Тогда Тут достает Все что осталось Отрубленное И там татуировка Ля Всего две буквы Ля И хирург так это Внимательно изучает Оля было написано Что ли Говорит нет не Оля Поля Говорит нет Не Поля Валя Нет а что Слава доблестным освободителям Города героя Севастополя 4647 Короткий номер для смс Сначала пишите свои Затем уже Пробильчик Делая После чего пишите Все что хотели бы адресовать Чайнику Ну мы так ласково называем его Чайнику Я только за Чайник Смс Обнаружил Добрый вечер Спасибо большое Группе ДМЦ За их творчество В особенности Андрею Гречанику Вы моя любимая группа Спасибо за квартирник в Харькове Если можно сыграйте Город Пишет Ева А давно у тебя был квартирник в Харькове? Квартирник в Харькове? Ой Семен Это наверное даже лет 10 назад было Смотри Ева как помнит долго тебя Вот запал ты в душ Даже я не помню Вот именно квартирник в Харькове То ли у тебя тогда еще не отрубленный был То ли Да Это извини Семен Я Севастополь не освобождал То есть ты в Харькове давно не играл Я давно не играл Особенно квартирников То есть на самом деле В Харькове у нас так получилось То есть мы То есть это любимый нами город Мы там очень часто выступали Ну доходило до того Что нас на некоторых афишах писали ДМЦ Харьков Вот Круто Да Ну и мы даже не сопротивлялись То есть потому что Ну это родные все А вот и что касается квартирников Ну это Это вообще Это вот Вот Адам породил Там то вот это вот это вот Ну то есть это вот где-то из той серии Я очень-очень давно не помню квартирников Вот Аева помнит Смотри Аева помнит до сих пор тот самый квартирник Буду искать опять-таки какие-нибудь любопытные Вот не попала на выступление Андрея в нашем городе Очень хотела Мне повезло Спасибо своему радио Хоть где-то могу послушать Посмотреть чайника и ДМЦ Спасибо ДМЦ за то что Из-за них слушаю свое радио Чайник не бойся Фонаты тебя простят Пишет Олеся Ну что Я еще ничего не сделал Олеся А вам я хочу сказать От себя Ай-яй-яй Ну понятно что группа ДМЦ Замечательная группа Но нельзя слушать радиостанцию Из-за одной группы Я до сих пор Я всю жизнь буду помнить Когда еще на нашем радио У меня пришла смс Вот всю жизнь слушаю группу Ногу свело Вот та группа Которая сейчас в эфире Мне тоже нравится Я представился и человека Который всю жизнь слушает Одну группу Ногу свело При всем моем уважении К группе Ногу свело Невозможно жить на одном И том же наркотике Надо менять периодически Да как-то так Хоть смешивать с чем-то Ну чтобы разнообразие жизни Ловить Надеюсь что Олеся Для себя Кроме группы ДМЦ Семену Есть другая сторона Медали на самом деле Давай Я однажды ехал с таксистом Мне эту историю уже рассказывал Вот Я ехал с таксистом И он включил шансон Так У себя в машине И я ехал У меня было настроение поговорить Потому что ехать было далеко И говорить нужно И шансон я не очень люблю Ну то есть Я тебя понимаю И я его спросил Говорю а почему Почему вы Слушаете именно шансон Он а что Я говорю Ну вот вы понимаете Говорю у меня двоюродный брат Вот он слушал разную музыку Вот стал работать маршрутчиком в городе И стал слушать шансон Я почему говорю Интересуюсь Вы только не обижайтесь Я интересуюсь Может быть это как-то связано с профессией Ну вот как-то вот сел за баранку Да Вот только попу посадил На мягкое это кресло То есть И начинаешь слушать шансон Он говорит А что еще слушать Хороший Вот я ему говорю Окей говорю Слушать можно разное У меня друзья слушают Там какой-то прогрессив метал Другие слушают Русский рок Он шо Я говорю Ну например ДДТ И он мне просто Выдает сакраментальную фразу Он мне говорит А ДДТ Я уже все послушал А то есть Он изучает жизнь С разных сторон То есть То есть нет Он ДДТ раз послушал И все То есть Я уже все послушал Ну а что дальше слушать Что я уже все послушал Как книга Есть хорошая шутка Да Деньги у меня уже есть Поэтому денег мне не дарите Они у меня уже все равно Да Есть Ну это из той же серии Да-да-да Только со мной это в реале Случилось И я вот закрыл свой рот И поехал молча дальше Под шансон Ну раз ДДТ Ты уже прослушал все Давай будем слушать дальше Гречайник Что ты поешь? Спою наверное Песеньку «Сирень» называется Ай Давай споем «Сирень» Как всегда Живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Андрей Гречайник Поехали Поехали На свино смех молодых графинь Ведь нынче бал Цветет сирень И тихо плачет свирель То молодая мишель На коленях рядом у сердца тень А во дворе Гимнасист во хмеле Подносит к сердцу ствол Стреляет в упор На спор Смотри, мой друг Они Зажгли для нас огни И рассчитали По минутам Наши дни Расстали карты В руки Тебе и мне Но знаем мы У них есть козы В рукаве Цветет сирень И тихо плачет свирель То молодая мишель На коленях рядом у сердца тень А во дворе Гимнасист во хмеле Подносит к сердцу ствол Стреляет в упор На спор Смотри, мой друг Они Танцуют вальс Смотри, мой друг Они Зажгли для нас огни А я думаю, что так коротко всё звучит Ну правильно, музыки-то нет, кроме гитары Нет никаких проигрышей Нет никаких запилов Семён, ну я могу ещё ми-минор пять минут играть? Не-не-не, это я так, для себя Просто отметил сейчас для себя Думаю, странно, как-то короче звучать песни, что ли Народ пишет, и народ радуется Это очень важно, когда люди радуются Встречи с любимым артистом А, кстати, ты как относишься к тому, что ты для Довольно большой армии уже любимый артист? Я этого еще не осознал, честно говоря За столько лет? Да я не знаю, сколько еще лет Должно пройти Я просто ощущаю себя человеком То есть обычным таким человеком Который пишет песни, вот честно Вот Ну, понятно, звездной болезни пока нет, слава богу Но все же, когда ты понимаешь, что на твои концерты ходят Когда ты понимаешь, что люди даже Отпуск или там выходной берут Ради того, чтобы послушать эфир с тобой Пусть это не полный звук, хотя бы акустика Но вот Что надо испытывать человеку Что ты испытываешь внутри себя, когда понимаешь Что это реально происходит с тобой Ну я тоже выходной взял, чтобы приехать к вам на радио Понятно В общем, один-один, что называется Я понимаю Могу тебе сказать, просто знаю точно Рома Чехов, который, кстати, тоже в этой студии Ну, если в картинке вы смотрите, то видите Как он выглядит Да, такой вот черненький В очках? В очках, да А ты не знаешь Ну, я понимаю, да Вы не знакомы Надо вас познакомить У нас взаимный с ним такой пинг-понг Степ, знаешь, вот Сейчас не об этом речь Я просто, он помнится Задавался вопросом Что он будет испытывать Когда в его же эфире пойдут его же песни Группа Чеханте И когда я в первый раз его спросил Как это случилось, ну и как Он говорит, ой, волнительно было Ну сейчас, наверное, уже привык, в принципе Наверное, уже не так волнуется Воспринимает это все Редко встречает А это у меня упрек сейчас Он редко их встречает нынче в ротации Нет, просто редко в твою смену Возможно попадать стали Ничего, подожди, время придет Рано или поздно появится Так, кстати, ни у кого в студии вопросов не возникло Я же серьезно сказал Давайте мы квартирник Так, квартирник Обычно люди на квартирнике позволяют себе какие-то вопросы задавать артисту Вас здесь сегодня много Почему себе этого не позволить? Пока разрешаю Пока есть такая возможность Скажи мне, пожалуйста Рома, Паша Ну давай Ой, Семен, это тот самый, о котором ты говорил сейчас Да, вот сейчас ты с ним как раз и познакомишься наконец лично Да, бери этот микрофон Ты тут так не ломай Студия, в общем, к тебе тоже имеет какое-то отношение Аккуратно Здравствуйте, Андрей Здравствуйте, Роман Очень много о вас слышал Приятно познакомиться Взаимно Не, кроме шуток Я хотел спросить У тебя половина группы живет в Питере? Да Прямо половину Трое здесь и трое там Все, это весь этот вопрос А как вы существуете? Репетируете? Мы существуем Мы Репетируем Ну, то есть Последнее время Почему-то Я серьезный вопрос задал А он в нем какой-то подвох ищет Почему так? Потому что он тебя еще пока не знает Так, стоп Ты сказал слово Ты сказал слово подвох И я уже думаю Как бы ответить так Чтобы подвох этот обойти Вот, который ты где-то там Самый Придумываю Нет, на самом деле Все хорошо Просто часть ребят Прониклась Питером Но часть ребят Прониклась Москвой Вот и все Не, ну подожди Я продолжу, Ромин, вопрос А как вы тогда, пардон, репетируете? Где? В Питере или в Москве? Ну, я могу сказать О пардонте Никак мы не репетируем Совсем? Вот Нет, мы репетируем в Питере Нет, то есть появляется новый материал Как это все происходит? Появляется новый материал Я его выкладываю на Яндекс.Диск То есть я вот, ну, грубо говоря Написал песню, да Я ребятам показываю Говорю, смотрим, думаем, все А мы уже, ну, больше 10 лет вместе играем Вот И, то есть мне уже объяснять ничего не нужно То есть, как бы, ну, то есть приезжаю я То есть, ну, два наших гитриста Мы просто, ну, просто Вот мы с ними в Москве встретились В акустиках поиграли Мы приезжаем в Питер А там уже все Там уже клавишные партии Там уже готовый бас Готовый ритм секса То есть нам, ну, порой доходит даже до абсурда У меня вот сейчас я видео последнее просматривал Я ездил в Питер Вот, играл акустику И мы перед этим с нашим барабанщиком вдвоем сидели И я говорю, Андрюха, у меня тут есть набросок песни И я ему просто показываю А он уже говорит Вот, а вот здесь пауза будет Вот, а вот, а вот, а вот здесь вот так вот То есть мы, ну, реально, то есть мы не просто команда Мы уже, ну, то есть, вот, вот, знаешь, семья Когда мы иногда друг друга без слов уже понимаем Поэтому, то есть Ну, единственное, что нам нужно там Вот если там какой-то большой фестиваль, например То есть и заранее кто-то из нас приезжает Либо мы в Питер То есть либо ребята приезжают в Москву Мы просто, ну, заранее до этого забиваем репточку И просто прогоняем материал Ну, вот, чтобы себя немножко увереннее чувствовать на сцене Потому что, то есть это нужно Это мастерство Вот Это мастерство Репетировать в Ютьюбе Ну, давай, Рома Все, вопрос сразу Опять же, серьезный А акустика — это выход, потому что дорого возить или это особый кайф? Все-таки Ты знаешь Ты, конечно, сам не знаешь, что это такое Нет, нет, на самом деле, нет Я отвечу на этот вопрос То есть изначально То есть я воспринимал акустику как потому что дорого возить И причем я дико не любил акустику Вот, ну, вот, честно Я говорю, боялся, страшно Ну, потому что, ну, сидишь голый на сцене, один, с гитарой, вот так вот И нужно какого-то драйва дать Там что-то как-то людям раскрыть свою душу Да? Вот А потом я понял, что появились люди Не то, что появились, а люди как бы даже пополам поделились То есть есть люди, которые, ну, просто кайфуют от акустики И их не так даже интересует электричество То есть для меня это было открытие, на самом деле И потом я как-то уже, ну, для себя некоторые вещи даже переосмыслил минимально Вот, серьезно То есть раньше думал, ну, то есть как бы, ну, извините, вот, там, группу дорого вести Привет, вот, я чайник, сейчас я вам ля-ля-ля, ми-ми-ми, ми-мажор, до свидания Вот, а смотрю, ну, то есть как бы, классно И мне, ну, я даже... Народ деньги несет, и ты еще ля-ля-ля, ми-мажор Ну, деньги не мне там несет Ну, неважно, ты же на этом тоже зарабатываешь Семен, я на электричке приехал, ну, ты честно Я тебя понимаю Да и на всякий случай, да, то там есть... Ты хочешь сказать, что ты все корольнику отдавал? Ну, вряд ли Давайте будем честными, все для музыкантов это хоть какой-то выход Коротенький вопрос, мальчик Филя сидит, стесняется задать Мне прям в ухо нашептал, просил вместо него спросить А вот ты сказал, что в акустике чувствуешь себя раздетым Вот он спрашивал, одетым пробовал играть или нет Одетым пробовал, это когда за мной своя банда вот стоит Вот эти вот Богдан Резник, Сашка Ифанов, вот, Лешка Олешка Наше новое приобретение, новый бас-гитарист Максим Шашкин Такой суровый хлопец из Петрозаводска Ну и, конечно же, наш Андрюха Братана Вот когда вот эти все парни на сцене, вот тогда и одеты, ребят Вот тогда мне комфортно А мальчик Филя, ну, он вообще скромный парень Кто это такой вообще? Да хрен с бугра Не знаю, кто это такой Забежал в студию и говорит, вот я хочу посмотреть на гречайника Давно вот мечтал познакомиться лично Он стесняется подойти, понимаешь? Увидел твои татуировки, испугался, говорит, кошмар какой забитый парень Дядя, наверное, сидел, да? Дядя сидел, судя по всему, да Вот, а у него же в семье, у него такого нету И никогда не было, и семья такого не позволяла Папа строгий, понимаешь? Поэтому сидит, боится Давай петь дальше Ты не один боишься, дружок А-а-а А-а-а Так называется песня, я так понимаю? Я просто смотрю свой подсказыватель песен Как называется-то? А-а-а Как получится Поехали Давай устроим маскарад Хлопушки, фантики, петарды, короны, колпаки, кокарды И пьяный под столом пират Вагоны, город и народ Веселье одуревшей массы Пусть генеральские лампасы На елке будут На мой гад Маска твоя будет белая-белая Платье бумажное До фликрустальные Танцы и грива И слишком уж смелые Вместе споем эту песню печальную Ла-ла-лай Шампанское и шоколад Да пьяный ангел на столе Вот он, чья истина ввиня Расскажет, кто в чем виноват Потом растенем королей И будут нам стриптиз у елки Кирлы, снегурочки и тёлки И станет сразу в веселье Вопьем еще, стану смелые Смелые руки мои Вхватив твою талию Вот раз сейчас не имеет значения солушка Я твой принц, только маленький Снимем одежду Ляжем на скатерде под аплодисменты И зависть народную Выключим свет И, наверное, пацанами Смерть и споем эту песню веселую Ла-ла-лай 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 Пусть мы с тобой, дети пьяной республики Смеемся в глаза на нас, волком глядящие Но среди всей маскарадной публики Мы-то с тобой хоть чуть-чуть Настоящее Ну, это такая программная песня для группы ДМЦ, в принципе, мне кажется Ну, не для акустики Нет, ну, в любом случае, ты так и так лидер группы ДМЦ, поэтому ты не можешь не петь эти песни Значит, Рома Усольц пишет Меня акустика англичаник вставляет больше, чем электричество Пожалуйста Глубоко не вставляй только Вот тебе вопрос, да, ответ вернее на вопрос Алексей Карпов пишет Когда идет дождь, дороги меняют цвет Это родилось под влиянием песни «Ты не один» группы ДДТ Какой провокационный вопрос Ну, в каком году группа ДДТ написала эту песню? Я не знаю Я не знаю, не помню Название «Когда идет дождь» Ну, и вообще слоган «Когда идет дождь, дороги меняют цвет» Ему лет 14 То есть, тогда это... — Шевчок маленький тогда был ещё. — Нет, на самом деле я очень люблю Юрия Ильяновича, но тогда я этой песни ещё не слышал. — Понятно. То есть ты был маленький тогда ещё? — Тогда ещё я был маленький. — Тогда ещё ты просто не мог... — Но уже с гитарой и его на фестивале. — Не мог знать. Значит, Наталья Кречко пишет вот, что открыл для себя ДМЦ совершенно случайно. Именно благодаря своему радио, впрочем, как и ряд других замечательных групп, «Стимфония» в том числе. Филу привет. Мальчик, передашь Филу потом привет. — За это никогда не устану говорить вам огромное спасибо. — Андрею отдельно благодарен за песню «Маскарад». О, как раз видишь, ты её как раз и спел. — Почему-то именно она зацепила, когда впервые смотрела эфир с группой. — Надеюсь, когда-нибудь заглянете в наши края. Как всегда, с любовью из Беларуси. — Наталья Кречко. — А вот смс-чка пришла из Краснодара. — Добрый вечер, Андрей. Спасибо за концерт в Краснодаре. Было круто. Творческих тебе успехов. Очень люблю вашу группу. Приезжает почаще в Краснодар. — А я скоро буду в Краснодаре. В октябре даже. — Алена написала. — Алена, привет. В октябре буду в Краснодаре. — О каких числах? — А не скажу, не помню. — А вообще ты о концертах помнишь, когда у тебя ближайшие? — Семён, ну вот не то, что хвастаюсь. Их просто много. Концертов, мероприятий. Много друзей зовут там спецгостями. Это очень радует. — Мальчика передёрнул очень. — Вот. — На фразе много. Вот. И я на самом деле, вот честно говоря, я всего в голове просто не могу удержать. Вот честно. — Ну ближайший ты помнишь, нет? — Ближайший 27 или 29 сентября в Москве. — Вот. А где? А где не помню. — А где не помню. — Ну в группе ВКонтакте по-любому можно посмотреть. — Эллюминатор. — На эллюминаторе? — А, ты играешь на эллюминаторе? — Я не помню, честно. — Фестиваль кормильцев? — Буду. — Будешь. Ну всё, договорились. Значит, там ты тоже будешь. С маскарадом у меня связана история одна, пишет Саня Шибанов. — Был я в подпитии. Редкий случай, суть по всему. — Я то, что... — Ленинградский вокзал. Сел в электричку, поставил на репит и гонял по кругу. Заслушался, проехал всю станцию свою. Клин уехал в Тверь. Ночевал там. Так как это была последняя электричка. Ты видишь, что творят на самом деле? На масла петушки, известные роли, которые в интернете ходят. Выпил в четверг, проэкспериментировал, пришёл в себя в субботу. — Ну, в общем, правильно. Круто провели ночь с 31 на 14. Это новогодние праздники. Давай-ка, наверное, попоём ещё. Хочется твоих песен поболеть. Что-то мы разговариваем. Кстати, у кого, если что ещё, возникают вопросы? Чехов, он же человек профессиональный, чего он? А вот, может быть, кто-то здесь тоже сидящий захочет. Давайте микрофон берите, подходите, спрашивайте. Чего я один-то сегодня до на этом квартире? — Роман ко мне просто подходил и просил одну песню. Вот. — А, для Ромы на заказ. — Пусть с огном дождь. А на лице ночь, а на глазах лёд, да по щекам льёт. А Маша губы дует, да у рождя ворует. Парочку капель пустяк, а Маша любит так. Там, где она бродила, плачет теперь любовь. Слезами крокодила, Маша её забыла. Ревёт, как истеричка, но Маша не такая. Молча жуют спички, томно слюну глотая. А за окном дождь, подвыпившая стихия. Дарит своё тепло тому, кто шептал «Мария». Но Маша не такая, молча жуёт спички. Старый роман читая, думает истеричка. Знает, никак нельзя, так полюбить навеки. Надо же, надо же быть правильным человеком. Крикнет в окно дурак, мило рукой помашет. На свете ты ей, моя Мария, моя Маша. Моя Мария, моя Маша. Моя Мария, моя Маша. Моя Мария, моя Маша. Маша. Да, ну, на квартирнике положено чаёчек, кофеёчек. Ты там как? У тебя стоит чай пока ещё тёпленький? Там стоит. А что ж тебя не принесли-то? Вот Лиза Круглова здесь пишет. Для меня ДМЦ — это целый кусок жизни, не только любимая музыка. Ну, я думаю, что Лиза Круглова могла бы и сама рассказать, что за кусок жизни для неё группа ДМЦ. Если уж действительно так сложилось, то это для неё целый кусок жизни. Я вот хотел сказать, что Лиза замечательный и очень для меня странный человек. Странный? Да. Странный, может быть, неправильное слово, Семён. То есть уникальный вот так вот человек. Это да, это да. То есть это вот москвичка, которая приезжала к нам в Полтаву на концерт, из которой мы были там на вписке, и она просто, услышав нас, наверное, в одной из твоих программ, она вот просто человек, который просто купил билеты и приехал к нам в Полтаву на концерт. И она была там, она вот была во всём этом за кулись. Лиза, иди к микрофону, расскажи уже. Раз ты уже в студии, то рассказывай, что это такое было. А что рассказывать? Это же Олег Каральник, что вы удивляетесь? Это всё он. Я не понимаю, Олег Каральник купил тебе билеты? Так, подожди, Лиза. Это всё он, нет. Он просто написал «приезжай», я приехала. А ты всегда так откликаешься на призыв мужчины? Извини, конечно. А, Семён, Семён, а у меня другой вопрос. Приезжай, и я приехал. Семён, надо у Каральника спросить, как так написать женщине «приезжай», чтобы она приехала. Чтобы она приехала. Надо быть Олегом Каральником, собственно. Сейчас, я думаю, он растёкся там, слушая в Харькове всё происходящее. Спасибо тебе, Олег. Что значит этап жизни, кусок жизни? Что ты имеешь в виду? Ну, с этим просто связаны впечатления и знакомства, и вообще всё от этого пошло. Между прочим, Семён, с тобой я впервые увиделась на концерте ДМЦ, презентация альбома «Маскарад». Да, я не помню. Вот, в общем. Не помню, не было. Не-не-не, я не помню, что это было в первый раз именно там, для меня. Это было там в первый раз. Ага, в «Шоколадке»? Нет. А где? Это был… Это был «Мюзик Таун», по-моему, ребят. Презентация «Маскарада», да. Это был «Мюзик Таун», там, где нам немножко перекомментировали звуки, где наш звукорежиссёр Серёга Жиленкова немножко по этому поводу злился. Ну, короче, всё равно клёво было, есть что вспомнить. Да. Ну что, спасибо тебе большое. Спасибо. Ой, Семён, сейчас Серёге икнулось, он сейчас у тёщи там на гитаре играет, на концерте, Серёга Жиленков, Серёга Жиленков, что-то… И в аккорды не попадает. То есть ты сейчас ему мстишь за что-то? Да. Понятно. Спасибо, Лиза. Я ему вщу за то, что я люблю. Любовь — это место. Спасибо. Мы сейчас попоём, а потом опять-таки вернёмся к вопросам. Сегодня у нас настоящий квартирник. Я решил, что, коль так уж случилось, что в этой студии огромное количество людей, всех людей этих объединяет в некотором смысле любовь в группе ДМЦ, в том числе, почему бы не дать им возможность поговорить? Ну вот как на квартирнике. Сегодня уж совсем тёплая кухонная… Ну, обычно она тёплая, а сегодня уж совсем тёплая кухонная атмосфера. Что дальше будешь петь? Я не решил. Семён, я вообще хотел предложить, раз такая, ну, как говорится, пьянка пошла, да? Вот, то есть, может, люди пусть там пишут какие-то пожелания. Вдруг какую-то песню я, ну, вот возьму и смогу собирать. Неси мне свет первое пожелание. Забанитого человека. Ну ладно, как сейчас начнут желать же много всякого разного. Хотя нет, ну и раз просит чайник, ну давайте, давайте скидывайте тогда желание своё, он будет исполнять. А вот «Коральник», о котором только что речь была, директор ваш, пишет 20 минут? Да не может быть, он что слушает. 27 сентября Москва, Музпап, электричество. 2 октября Санкт-Петербург, открытие клуба «Кубрик-клуб». 3 октября Великий Новгород, рок-фестиваль, хот-фест. 8 октября Краснодар, акустика Андрей Гречайник. Я уже забыл всё. 9 октября Ростов, акустика Андрей Гречайник. 10 октября Волгодонск, акустика Андрей Гречайник. 24 октября Нижний Новгород, акустика Андрей Гречайник. В общем, в принципе, в твоём сообществе всё это есть, но списочек внушительный. Семён, хватит мне пугать. Я очень рад, что у тебя всё сейчас идёт вот именно так, как идёт. Это круто. Мы за тебя сильно рады и ратуем. Давай кормушку просит. Да ладно, ребят, ну кормушка, ну как её в акустике-то играешь? Луну просит. Про собаку просит. Вот, ты же сам сказал, кидайте. Карлсон, сирень. Про собаку могу. Но там есть слово одно. Ну ты же понимаешь. Я понимаю, я помню. Помнишь, тогда обойди это слово в таком случае. Давайте про собаку. А у нас будет перерыв? Будет, будет, будет. Какое-то время спустя. Писать хочешь, что ли? Нет, я просто, вот у меня рефлекс. Я просто, вот когда играю акустические концерты, что я песню, это даже не песня, это история про собаку. Вот, я её всегда перед перекуром рассказываю, перед перерывом. Да что ж ты будешь делать? Ну тогда можно было чуть позже, ну... Да ладно. После неё ты ещё успеешь спеть. Своё радио ломает стереотипы. Молодец, правильно сказал сейчас. Погнали. Друзья, это не песня, это история. Так получилось, мы встретились спонтанно. Это я сейчас понимаю, что было бы странно, если бы мы с ней не нашли друг друга, а теперь просыпаясь в одной постели, на часы глядим с испугом. Часто в наши отношения вмешивался лишний, то-то ругались, разбегались, она подела мне на работу. Порой разборы полётов доходили даже до драки, но как-то она заявила, что будет любить меня вечно, если я буду любить её собаку. Часто отчаянно мы пытались ставить точки, не виделись пару дней, даже месяцев, не писали друг другу ни строчки, но потом то с моей, то с её подачи начинали всё снова. Нет ни с чистого листа, а со списанного с наших судеб романа слово в слово, и жизнь нас ставила в разные позиции с Камасутры, но даже в самых нелепых позах умудрялись подавать друг другу знаки. Я знал, я был спокоен, наступит утро, и она будет любить меня вечно, если я буду любить её собаку. Верить или нет, мы с ней как будто бы счастлива. У меня всё в порядке, сплю, во сне не ворочаюсь, и она не лезет ко мне со своими догадками, и вопросы нелепые, глупые, как будто закончились. У неё есть подруги, друзья, и её одиночество. Only you, I love you. I'm so happy, so lucky. Хэппи-энды, поклонники, и их подвальное творчество. Вроде бы всё, только у неё нет собаки. Так получилось, мы встретились спонтанно, это я сейчас понимаю, что было бы странно, если бы мы с ней не нашли друг друга. Если бы мы с ней не нашли друг друга. Ну всё, иди на перекур, мы тут без тебя пока поговорим. Нет уж, позвольте. Шучу. Слушай, я сейчас прочитаю одно сообщение с СМС-портала от товарища металлиста Вячеслава, это один из наших постоянных слушателей из города Северска. Только вот ты сейчас, мне интересную реакцию, конечно, посмотреть. Я когда читал, честно сказать, меня слегка так даже где-то внутри колбасного. Вечер добрый, уважаемые, живые. ДМЦ понравились с первой акустике в живых. Ну, начнём с того, что ДМЦ не играли акустику в живых. Мы на радиостанции на другой были, да. Ну, вообще-то играли пол. Акустика, да. И это была даже полуакустика, я был с гитаристом. Это было на майке, Семён. Да, я уже забыл. Я настолько к тебе привык. А я помню. Я настолько к тебе привык. Первый раз, я помню это. Ну, вот видишь. Я очень помню. Ева помнит твой квартирник 10-летней давности. Просто для нас с Богданом Резниковым, это был стресс дикий. Мы его запомнили на всю жизнь. Ладно, хорошо. Но дальше он пишет МХО. ДМЦ — это украинская группа «Звери». Но лирика намного глубже, а музыка намного интереснее. А «Звери» мне вообще не нравятся. Металлист Вячеслав из Северска. Круто. Как тебе такой поворот? ДМЦ — это группа «Звери». Семён, ты знаешь, я тебе честно скажу, для меня это комплимент. Вот, серьёзно тебе говорю. Потому что группа «Звери», то есть, друзья, я видел видео. Вживую не был на концерте, но я видел выступления в видео. И эти ребята дают самого настоящего драйва рок-н-ролла. То есть, как бы... И я слышал кавер от Константина Евгеньевича Кинчева, который поёт районы, кварталы, жилые массивы и прочее. Я надеюсь, это не фейк. Вот, я вот прям ввёл, то есть, Алиса, то есть, как бы, я не знаю, возможно, это был фейк. Я люблю группу «Звери», по как минимуму уважаю. — Прикинь, прикинь. — То есть, пусть то, что звучит по радио, то есть, пусть это звучит, ну, для людей, вот, то, что вот такое причёсанное, красивое и прилизанное. Ну, я считаю, что эти ребята молодцы. — Как его зовут, этого «Зверя», извини. — Рома, Рома, его зовут. — Прикинь, сейчас вот параллельно с тобой на другой радиостанции сидит Рома, «Зверь» в эфире какой-то из программ, говорит, я вообще знаю, есть какая группа ДМЦ, клёвая такая. Так я люблю быть, вот, слушать их музыку, так хочу быть похожим, вообще, было бы, на самом деле, сейчас клёво, совершенно неожиданно. — Нет, Семён, на самом деле, без разных вот этих вот, знаешь, там, Стёбов, там, Иронии, там, и каких-то там этих самых, группа «Звери» нормальные такие ребята, то есть, как бы, и делают нормальную музыку, и есть у меня там вопросы по поводу песни «А давай как будто праздник», я там слышу соло-слэша из Guns'n'Rolls, здесь моя любимая песня «Don't Cry», ну, это такие мелочи, на самом деле, ребята делают хорошую музыку, их слушают. Ребят, перед тем, как критиковать, сделайте сами музыку и добейтесь того, чего добились они, и всё. — Я тоже буду откровенным, скажу, признаюсь честно, я обожаю Ваенгу вообще, плачу под её песни, каждый вечер я не засыпаю без песен Ваенги, и считаю её одной из величайших исполнительниц и поэтесс России, вполне серьёзно, можете ко мне как угодно относиться, дайте человеку микрофон. — У музыки нет формата, это либо хорошая музыка, либо плохая, правильно, Семён? — Либо «Звери», да. 46-47 — это короткий номер для СМС, квашек, сначала пишите свои, пробел, а дальше уже всё, что хотели бы адресовать сегодня чайнику. Ну, то есть Андрею Гречеву. — Я вспоминаю, районы, кварталы, живые. — Спасибо, да. Я пошутил. — И что дальше, дальше, давай, что же ты остановил? — Я ухожу, ухожу, красиво всё. — Как всё? Ты любишь группу? — А я дальше не помню. — А, вот твоя любовь на этом и закончилась. А вообще-то от чайника неожиданно было услышать, ей-богу. Как Мурку, практически. — У тебя вопрос есть? У нас же сегодня такой квартирник совсем квартирник. Давай-задавай. — Ну, здравствуйте. — Привет. — Я Тёма Лосяков, поклонник группы «Максим» и немного группы «Звери». — Отлично. Отлично. Я уже тебе готов пожать руку. Мы вместе, мы звери. — Андрей, спасибо тебе большое. Ты очень богат на творчество, на глубину открываемых эмоций, по крайней мере, у меня. Ты говорил вот на прошлом своём эфире, что нигде не учился, педагоги не нужны. Ты творишь то, что исходит изнутри. На мой взгляд, это не просто так. И вот я хочу задать тебе три вопроса. Я кучей задам. — Окей, подожди, можно я маленькую ремарочку сделаю? — У меня есть один друг клёвый в Полтайо. И вот мы с ним встретились, и он мне говорит какую-то вещь. Я говорю, «Тоха, так ты же в прошлый раз говорил по-другому». А он говорит, «Тато я соврал и не помню, что соврал». Ну, это такая преамбула к трем твоим вопросам. Я не помню, что... — Вернее, к трем твоим ответам. — К моим трем ответам, да. — Давай. — Ну, ты говорил о том, что нигде не учился, и всё исходит изнутри, да? — То я тогда врал, только забыл. — Ты уже говорил о том, что ты обычный человек вот сегодня, да? Но ответь вот как для себя. Ты чувствуешь свою богоизбранность? Можно сразу вот второй и третий вопрос? — Давай, давай, давай. — Как у тебя дела стоят с тщеславием? Можешь ты сказать, что всё ради его удовлетворения? Или всё-таки это само исходит? И третий вопрос. Когда наверху тебя спросят, как ты приумножил выданные себе два таланта, ты уже можешь ответить на этот вопрос? — И третий вопрос не понял, извините. — Ну, это в Священном Писании, да, вот об этом было сказано, что каждому человеку выдаются таланты, и наверху потом у тебя спросят, как ты их приумножил, не растратил ли, да, и получилось всё... — Вот я встал, и сверху тебя спрашиваю, как ты распорядился своими талантами? Ты их вообще не приумножил? — Семён, ну... — Не понял, что ли? — Семён, я понял, я понял на самом деле вопросы, и вопросы достаточно, в принципе, серьёзные. Я считаю, что Богом избран каждый человек, то есть, который появился здесь, вот, а дальше уже человек избирает, то есть, быть ему Богом избранным или нет. Вот. Ну, так вот, может быть, философски, да, где-то, ну, я вот на самом деле вот так вот считаю. Вот. Вот. По поводу приумножил ли я свои таланты или нет. Ты знаешь, это на самом деле дико глубокий вопрос. Это просто, это как в колодец, вот, да, ведро опускать, 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 искать там воду, то есть, её достать. Я стараюсь, но я не приумножаю, я стараюсь реализовать, вот, но мне многим приходится жертвовать. И, ну, это на меня давит. То есть, вот опять же таки, вот я сейчас буду, то есть, я говорю, ты задел реально интересным вопросом. Я скажу так, что когда я предстану перед тем, кто меня спросит, вот, вот это вот, я буду горд за то, что я сделал, и мне будет стыдно за то, чего я не сделал. Хорошие вопросы, хорошие ответы, а нам петь надо. Второй вопрос. Подожди, ну, у тебя ещё целый час впереди, потерпи немножко. Нам надо сейчас песню спеть, а потом на паузу уйти, а потом вернуться в студию и вопросы, иначе просто не успеваем. Чайник сегодня поет короткие песни, не длинные. Короткие, да. Не длинные. Ну что, что это будет? Это будет песня Пуля из альбома «Весна мозга». Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня Андрей Греченников. Поехали. Коменданты устали, коридоры достали, лычки звёздами стали, коменданты не спали, ведь речи-то тени, с неба месяц снимали. Написали доклады, получили медали. Осенью они грустили, зимой спали, весной любили. И с года в год, глядя на этот улей, хочется пулю, да золотую в лоб. Всё же что-то искали, то находили, то теряли, зачем мне знали. Так где же ты, моя пуля, с петлёй на шее, стою на стуле. Так где же ты, моя пуля, с петлёй на шее, стою на стуле. Мор духовной столицы Провожал взглядом птицу, Уносящую в небо Сны больных подворотен. Тень дворцовых интриг Исчезала за домом, А город снова боролся С похмельным синдромом. А осенью они грустили, Зимой спали, Весной любили, И с года в год, Глядя на эту дулю, Хочется пулю, да золотую в лоб. Всю жизнь что-то искали, То находили, то теряли, Зачем мне знали. Так где же ты, моя пуля, с петлёй на шее, стою на стуле. Так где же ты, моя пуля, с петлёй на шее, стою на стуле. Да-да-да, где же ты, моя пуля, моя пуля, моя пуля, да-да-да, где же ты, моя пуля, моя пуля, дура. Давайте двигаемся дальше, напомним, сегодня в живых редкий случай, потому что акустики у нас не так часто бывают. Мы предпочитаем всё же полноценное звучание коллективов и полный звук. Я не полноценный, Семён меня опять обвинил. Я имею в виду полный звук. Сегодня абсолютно полноценный Андрей Гречаник, группа ДМЦ и его квартирник в полном объёме. Квартирник в этой студии сегодня куча народу. В общем, как обычно и привычно, судя по всему, для квартирника. И эти люди тоже, сидящие в студии, задают вопросы свои. Ну, сейчас мы как традиционно споём, а потом продолжишь свои вопросы задавать, которых у тебя, я думаю, много ещё. Один? Один. Окей. Что за песня следом? Как на душу ляжет. Хорошее название, редкое, не помню такого у тебя. Ну, давай. А у меня на акустике Семён так все песни называются. Хорошо. Вот как легло, так и давай. Поехали. Нечего делать нам, когда листья касаются деревьев, а мысли падают вниз, падают такие жёлтые вниз, к ногам. Нечего делать нам, когда холодно и денег нет, а вокруг всё дорого, и мы такие бесплатные, как жёлтые листья вниз падаем. Когда разбивают витрины, причиной становится слово, мужчиной становится тот, кто готов им не стать. А время, как жёлтые листья гниют под ногами, и кто-то невидимый между нами готовится видимым стать. А время, как жёлтые листья гниют под ногами, и кто-то невидимый между нами готовится видимым стать. Невидимый между нами готовится видимым стать. Глубоко копнул. Глубоко. Ты когда писал эту песню, о чём, пардоните, думал? Это одна из немногих песен, о которой я не могу рассказать, о чём я её писал, но песня написана лет, наверное, 8 назад. Под каким-то впечатлением, судя по всему. Да, Семён, честно могу сказать, что я её писал не о Библии. То есть в Библии есть фраза, где двое собрались в имя моё, там я среди них. То есть это немножко не о том. Ну, у меня так часто бывает. Я иногда напишу потом, думаю, ой, чайник. Чё это ты делал? Чё это ты, да, напишал? Чё это было? Нет, ну, может быть, так и нужно. Говорят же, что песни, они не сочиняются, они спускаются сверху. Ну, а я их подслушиваю. Вот-вот. Меня спрашивали, как ты это? Я говорю, ребят, я подслушиваю. Вот честно, подслушиваю не у кого-то, а я вот просто вот как будто, знаешь, вот где-то там влетел, там что-то зацепилось, а потом... Ну, часто бывает, вот реально часто бывает, когда напишешь, а потом сидишь и сам думаешь. И порой становится страшно. Сейчас одну см-очку прочитаю, потом передам микрофон. Семен, вы сказали, что только одну группу постоянно слушать нельзя. Наркотики нужно смешивать. Я слушал только ДМЦ в течение нескольких месяцев с московского концерта в апреле, когда играли с площадью восстания, и мне так нравится этот наркотик, не собираюсь завязывать. Ну, здесь я спорить не буду, безусловно. Какой-то период времени, наверное, надо посвятить какой-то конкретной группе, для того, чтобы защитить ее творчество и проникнуться полностью с головой. Другое дело, что нельзя на этом сидеть долго, потому как вокруг огромное количество классных музыкантов, и тот же Гвичаник, можно сказать, что музыкантов хороших, коллективов хороших много. Ни в коем случае нельзя на чем-то зацикливаться, иначе эта зацикленность переходит потом в другую стадию. Вот есть болельщики футбольные, есть фанаты. Конечно, серьезно. Это разные вещи. Семен, я с тобой соглашусь, зацикливаться нельзя. Вокруг очень много классных музыкантов, но только сегодня акция для фанатов ДМЦ недорого. Дальше это Марина пишет, дальше она пишет, Андрей, спасибо за каждое слово в каждой вашей песне. «До встречи через пару недель в Москве и Новгороде». Марина говорит, Владимир. Круто. Почему она и в Москве хочет посетить твой концерт и в Новгороде. Семен, представляешь, насколько это приятно? Ты меня сейчас спрашиваешь? Я тебя спросил в самом начале программы, что ты испытываешь, когда такие вещи происходят. Конечно, приятно, я догадываюсь. Но я же не могу вслух сказать это слово, что я испытываю. Можешь только так пип, да? Я так понимаю. Атем, давай, продолжай свои вопросы. Не закончила, Челоськов. Да, я уже задавал вопрос, но, к сожалению, он зануда, смотри. Но сначала я хотел бы удовлетворить свой шкурный интерес. У меня денег нет. Вчера у меня родился будущий мой грестник. Сейчас я после эфира поеду пяточки обмывать. И можешь его поздравить? Спасибо, Андрей, что родился. Твой тезка, кстати. Друзья, я поздравляю. В православном мире появился еще один человек. Андрюха, будь здоров. Радуй родителей. Мы православные. И вот все-таки повторю вопрос. Спасибо большое. Вопрос. Как у тебя дела обстоят с тщеславием? И можешь ты сказать, что все ты делаешь ради удовлетворения, или все-таки происходит, и все исходит у тебя изнутри и само рождается? Ну, ты знаешь, вот я не совсем понимаю, что такое тщеславие. Вот честно. Вот если ты мне сейчас ответишь на этот вопрос, я тогда, наверное, в полном объеме смогу тебе ответить. Что такое тщеславие? Ну, я, например, много что творю, и, правда, непрофессионально, да, и, ну, если можно сказать, что ради лайков там, ради отзывов, когда люди не отзываются, когда меня не хвалят, то у меня руки опускаются, я не хочу ничего творить. Ну, ты знаешь, вот я, ну, хочу честно ответить. То есть, в первую очередь, я творю, конечно же, творю, господи, мне даже страшно, прости меня, что я говорю слово творю. Вот. То есть, я пишу песни, то есть, в первую очередь, для себя. Вот, ну, вот честно. То есть, ну, потому что, видимо, чего-то не хватает. То есть, нужно что-то из себя где-то выплеснуть на бумагу. Вот, я не знаю, вот есть люди, которые привыкли там, нельзя это слово в эфире говорить, писать нехорошие слова в комментах, вот, знаешь, там все. Вот они таким образом себя выплескивают. То есть, это их нетворчество, да, какое-то. У меня, ну, ну, вот так вот, по-другому. То есть, мне бывает, ходишь, сам не свой. Вот, вот, вроде бы все хорошо, да что-то не так, как вот Сой написал. Вот. А потом сядешь, и потом раз, какие-то слова там выпишешь, то есть, вот, на бумажку там песня, либо стих какой-то получился. И ты, такое, ну, внутреннее удовлетворение, то есть, как бы, это кайф. Вот, как будто вот что-то выдал. То есть, какую-то энергию, которая тебе мешала, на самом деле. То есть, причем, и по-хорошему, и по-плохому мешала. Вот. И потом, конечно же, ты, ну, любому музыканту хочется, чтобы его оценили, правильно? То есть, как бы, я там выложил, там, какой-то стих смотрю, там, лайки пошли. Ну, приятно. Ну, а что душой кривить? Ну, приятно же, да? То есть, там, смотришь, мало лайков. Думаю, блин, ну, наверное, не понравилось. И, знаешь, где-то, где-то, ну, вот, реально, вот, честно, вот, откровенно говорю, то есть, я не люблю кривить душой. Вот, чуть-чуть, знаешь, начинается какая-то, где-то там что-то, обида, а потом думаешь, ну, ты же не должен всем нравиться. Ну, кто-то по-другому думает. Ну, то есть, как бы, то есть, это все сложная очень, вот, борьба в себе и постоянная борьба с самим собой. Вот. То есть, со своей вот этой вот какой-то, вот, желанием, ну, там, быть, там, я не знаю, самым ты, там, написал там, осень наступила, падают листы, и все, и все там потухли, а-а-а, там, ура. То есть, вот, я, вот, это борьба, это вечная, постоянная борьба с самим собой. И вот это вот, вот эту вот штуку, вот желание того, что ты вот написал песню, а ее не взяли на радио. Ну, вот, ну, часто я, да, прости, Семен. Нет, ну, Семен, ну, так же, по сути, это происходит. Вот сколько, вот, я знаю, то есть, я сам не с таких. Сколько обиженных. Я тебя сейчас подхвачу, если можно. Вообще, тщеславие должно быть у любого творческого человека. Правильно. Хотя бы какой-то ее, маленький процент, хотя бы, без этого никак. Это тщеславие, как желание двигаться вперед. Иначе ты не творческая личность, да, ты не будешь расти, совершенно верно, ты будешь стоять на месте. А вот что касается твоей реплики, я написал такую классную песню, они не взяли на радио. Понимаешь ли, какая штука? Радио на сегодняшний день, я сейчас не говорю о своем радио, простите, ни в коем случае не хочу клеветать на все. Радио — это бизнес. Оно стало бизнесом. И поэтому радио предпочитают, FM-радиостанции, большие, так сказать, федеральные, они предпочитают крутить то, что уже кто-то когда-то, где-то, да, это все дает прибыль. Своё радио в этом смысле, тоже слово в эфире употреблять нельзя. Вот употреблять можно, слово произносить, а вот это слово, которое я хотел бы сказать, нельзя. В общем, своё радио в некотором смысле, как бы слово-то подобрать-то такое, ну, это компания немножко дёрнутых на голову людей по существу своему, потому что наша задача несколько в другом. О, мальчик знает, какое слово нельзя было. Что это за мальчик, я не помню. Я тоже не помню, кто такой приплёлся, прибился, сидит. Так вот, ты прав абсолютно, когда говоришь о том, что человек должен творить, и неважно, взяли или не взяли. Это не имеет ни малейшего значения. Если твоё творчество находит отклик в душах других людей, то этого уже вполне достаточно. Вот Максим Предвестник, так зовётся человек, ой, я знаю, наверное, кто это даже, пишет здесь стихи про чайника. Ничего себе. Пророк называется. Ой, нет, Семён. Извини, не я сказал. Сначала думал человек, потом казалось бог. Но нет, в конце всё прояснилось, он пророк. Свои пророчества передаёт он в песнях, и эти песни в массу он несёт. Таким путём старается он истину нам донести, таким путём старается людей от смерти увести. Но мы не слышим, как всегда, не замечаем то, что перед носом. Нам говорят, беги, мы стоим, нам говорят, кричи, мы молчим. Мы всё привыкли делать через жопу. Ну, прямой текст. Мы всё привыкли делать всем на зло. Пророчество судьбы ему дано, но нам, скорее всего, опять понять его не суждено. Мы слышим то, что нам внушают массы. А вот услышать одного, который нам поёт, орёт и воспевает. В стихах по пьяни сочинённых нам читает, что в будущем нас ожидает. Мы не поймём, пока всем сердцем не научимся любить и не избавимся от злобы. Мы можем всех вокруг винить и грязью без зазрения совести облить. Нам проще Бога обвинить и не стыдясь всем заявить. Мы ни при чём, мы не желали. Тогда зачем оклеветали? По-моему, есть смысл поаплодировать этому человеку, который зовётся Максим Предвестник. И это очень в тему того, о чём мы, собственно, говорили. Богдан Шматко написал «Привет, чайнику! Смотрим, слушаем в далёкой Румынии, в городе Плёшке, вспоминаем родную Полтаву, если можно, песню «Поминки» или «Гоя». Спасибо. Фил услышал слово «Румыния» и сразу «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Это, насколько мне известно, любимая песня еще небезызвестного «Бронемир». Как я ее написал, я ее уже не помню. Но, тем не менее, такая песня есть. ПЕСНЯ 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 Я себе представляю лицо тренера, которому трехлетний мальчик, да, тебе нечем душать, прости, я много курю. Игорь там пишет, музыка, дергающаясь за самые глубокие нитки души, стихи, которые заставляют вибрировать все клетки мозга, надрывать голос вокалиста, надрывной, ну, надрывный, видимо, голос вокалиста, что заставляет сжаться внутри все твое существо в ожидании некой истины. Творчество гречанника группы ДМЦ целиком не может не восхищать, слушать их расслабленно никогда не получается. А когда их песни звучат на любимом радио, не сдерживаюсь, чтобы подпеть, причем во все горло, чтобы по всему офису разнеслось. Ну, мы с мальчиком договорились о том, что вы все-таки расскажете о своем совместном каком-то перспективном будущем. Мальчика зовут Филипп Август, он здесь тоже в студии оказался совершенно случайно, неожиданно для себя самого и для нас тоже, ну и для Андрея. Добрый вечер! Не боси все свои. Мальчик, все равно не продадим, как бы ты голос не менял. Че пришел-то? Паспорт покажи. Че пришел, рассказывай. Андрей, расскажите, какую-то песню вы хотели исполнить с вокалистом группы «Стимфония». Ладно, друзья, я вот хотел... Вот, Фил, подожди, вот... Спасибо, что-то я... Вот. Я на самом деле писал текст, думаю, я же опять должен там всем сказать спасибо и там и все остальное, но сегодня акустика, сегодня такой квартирник, и сегодня, ну, врать нельзя. Ну, как это вообще-то обычно можно, конечно. То есть, друзья, я вам просто расскажу одну такую интересную штуку. Благодаря своему радио, благодаря Симеону Чайке, опять же, Симеон, это не дифирамбы, это вот констатация факта, вот, и благодаря Юле, вот, которая, вот, вы все ее видите, она сидит в наушнике, все время улыбается, да, вот сейчас еще машет руками. Вот. Благодаря, вот, всей этой честной компании, на самом деле, вот, группу ДМЦ, я в том числе, я всегда группу ДМЦ говорю, потому что, ну, этого требует, да, ДМЦ, ДМЦ, 300 раз скажи ДМЦ, реклама, реклама, реклама. Вот, я познакомился с многими замечательными людьми, вот, и вот в данный момент в этой студии вот сидит Ромка Чехов, вот, которого я раньше просто там слышал в других там эфирах, то есть, и для меня это был непонятный, загадочный человек, и это просто товарищ, с которым мы вот здесь вот в студии нашей, ну, вот в студии вот внизу, на втором этаже, ну, тот, кто знает вот наше это здание, вот, мы озвучили с Ромкой случайно мультик. Причем, да, это была смешная история. Я его тоже озвучил. Да, да, мы с подачи Семена, с Ромкой, Ромка тогда случайно вообще пришел, мы озвучили мультики, мы там с ним слово за слово, и мы буквально с ним за один день поняли, что мы в свои, то есть, как бы, вот, то есть, как бы, друг, то есть, и я, поэтому я своему радио благодарен за знакомство вот с этим замечательным Ромкой Чеховым, то есть, Ромкой, Рома, Роман, Ромашечка, Роман. Да, 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 то есть, и у меня тысячи знакомств благодаря своему радио, и вот этот вот мальчик, вот этот вот маленький мальчик, как он, Маленький Упырь, вы его называете, да? Младший Митяев моего зовет. Нет, а мы его называем Маленький Упырь. Такое. Да. Мини Митяев. Вот, это, это Фил Август, это солист группы Симфония, или Симфония, Фил, да прости меня. Я теперь знаю, как тебя, я теперь буду тебя ругать, Симфония. Симфония, да? Да, да, да. Эй, Симфония, у тебя Симфония началась, да? Фризон. Да, да, вот, и мы, мы вот благодаря, мы, опять же, мы познакомились здесь, и, кстати, на одном из концертов, опять же-таки, кстати, в шоколадной фабрике, вот, с Филом познакомились. И мы с Филом... И развязались. Завязались. Завязались. Подожди, ладно, я все понимаю, ты что вышел-то? Ты к микрофону пришел, зачем? Так я спросил, вот, все жду. Когда запишем песню, да? Да. Мини Мир, расслабься, да. Ты уже ответил. Я к чему это все? Очень талантливый молодой человек, Андрей. Вот. Мы с Филом договорились, мы с Филом договорились, что у нас будет совместный трек, и я его даже сегодня... Причем, это, знаете, в чем вся шутка? В том, что Фил этой песни не слышал, но он уже сказал «да». А, вот так. То есть он еще не знает. Как такому человеку отказать? Это как брак в слепую, да, я понял. Подожди, секундочку, ты обещал сейчас другую песню спеть сначала. Нет, я ее петь, я вот ту песню, которую мы с Филом будем петь, я ее даже сейчас не спою, потому что мне все ДМЦ сказала «нихт». Нет, потому что вот у нас такая традиция, вернее, не традиция, у нас первый альбом, который мы сейчас выпустим, в котором только две будут известные песни, которые были где-то как-то были слышны. Вот. А вот та песня, которая будет с Филом, она появится только на альбоме. Вот, я очень хотел Филу спеть. Фил, не уходи, не обижайся. Я очень хотел Филу сегодня спеть эту песню, но у нас в группе «Демократия» на самом деле, вот, не вот эта вот показная, а самая настоящая. Когда группа узнала, что он хочет ее спеть для Фила, сказали «нет, ни в коем случае». Никогда этого делать нельзя. Давай, пой. Ладно, я обещал для своих земляков. Что это будет? А, да, прости. Поехали. Для полтавчан, друзья. Позади годы, впереди лета. И не стар, вроде бы, но уже не так. Манит путь далекий, видимо, не скоро. Пойду одинокий по дороге к дому. Туда, где за ветхою и сбой в липовой роще спит весна. Песню поет ей соловей, да больно песни вогрусна. Давно я не был в тех краях, но часто вижу их во сне. И слышу песня соловья, словно молитва обо мне. Ниже сон дивный, за столом дубовым, собрались други. Отец слово молвил, упечи матерь. С милою моей в печали, а я им с порога. Что, поди, не ждали? Там, где за ветхою и сбой в липовой роще спит весна. Песню поет ей соловей, да больно песни вогрусна. Давно я не был в тех краях, но часто вижу их во сне. И слышу песня соловья, словно молитва обо мне. Ты обновился о мультике. Тут же народ стал спрашивать, а что за мультик вы озвучили? Этот мультик еще пока не смонтирован. У нас просто в этом здании есть мультипликаторы, которые занимаются производством мультиков. Вот они его пока еще так и не... Мальчик вернулся. Что с такой мальчик, что случилось? Ми-ни-ми. Тут вот мне пишут, человек пишет, что у него нет, к сожалению, для него возможности написать в группу свой вопрос. Там по ряду причины я знаю почему. И поэтому вот хочу напрямую спросить. Слушаю чайника, но не могу написать в группу. Вы можете передать ему вопрос, как он написал песню «Мой героин»? Влад Шакин спрашивает. Как он написал песню «Мой героин»? Да, друзья, песня «Мой героин». Я даже неправильно выговариваю «героин», потому что я не знаю, как его правильно говорить. Написано о любви. Вот. Я всегда был против употребления наркотиков всяческих, любого вида. Я не скрываю того, что... Вот, Семен, извини, что я скажу. Я позволяю себе немножко, ну, то есть как бы выпить, то есть как бы, ну, как все нормальные люди. Вот, но наркотики я лично не употребляю. У нас у группы позиция вот такая, то есть мы против наркотиков, и поэтому песня... Короче, героин — это иносказание. Ты мой героин, ты мой... Ты мой наркотик. Ты мой убийца скучный, да, то есть как бы я от тебя завишу. Вот это все, что я знаю о наркотиках. То есть это зависимость. То есть плотная. Понял, да? То есть и песня была... Это не то, что ты подумал себе. Вот. И песня была написана о любви к женщине. То есть и мне в тот момент, когда я писал эту песню, казалось, что сказать «я тебя люблю», либо там «я без тебя жить не могу», сильнее будет сказать «ты мой героин». То есть я просто без тебя не существую. Ну, так получается, наверное. Вот и все. Друзья, не ищите в этой песне каких-то там героиновых бриллиантных дорог или чего-то еще. Ну, понятно. И поэтому следующая песня «Растамания». Да, 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 да. Кстати, ее я и спою. Здравствуйте. Очень люблю группу ДМЦ. Очень классные песни. Спасибо вам за ваше творчество. Ребята, Андрюша всегда на высоте. Вдохновение вам. Творческих успехов. Также большой-большой привет Олегу Каральнику. Алена Лазарева написала. Вот тут есть вопрос на смс-портале 4647. Вот не знаю, кто-нибудь тебя так называл. Андрей Владимирович, расскажите, что делали в начале сентября? Спрашивает кто-то без подписи. Мне кажется, что этот вопрос принадлежит к Рустаму Магарамовичу. А у вас свои такие тонкие отношения. Да, ну только он меня так называет. На самом деле мы ездили в славный город Ижевск к своим друзьям. Мы там висели неделю. Удмурты. Не будьте столь гостеприимными. Я вас очень сильно прошу. Друзья, все было клево. Привет. То есть как бы Рустам, с днем рождения тебе еще раз. Ну я еле уехал из Ижевска. Семен, я реально тебе говорю, я такого гостеприимства еще не встречал. Как в Удмурте? Да. Ну что, когда людям нравится... То есть было все, понимаешь? Вот только с калаша не стреляли. А, этого не было. Слава богу. Я думал, с этого начали. Музей был закрыт. Таня вот пишет. Мы с моим молодым человеком были на Корфу, брали машину на прокат. Там не было магнитола, поэтому сами распевали во весь голос под небом ЮБК. Правда, переделали в Южный берег Корфу. Так что греки тоже теперь знакомы с творчеством ДМЦ. Кстати, эту песню тоже просили. Игорь вот написал, что мне нравится, как поет гречаник. В нем нет той мелодичной ритмичности, какая присутствует у других именитых исполнителей. Нет, подожди, мелодичной ритмичности. Все, я пропал. Но тут, пожалуй, сами тексты не располагают, чтобы смысл не растворялся в музыке. Голос звучит, как точные удары боксера, направленные на нокаут, посылая энергию, несущую некую истину в центр груди, заставляя все сжаться. И хочется, чтобы этот голос услышали как можно больше людей. Каждый может найти в них свою истину. Но мне не представляется, чтобы его слушали массы. Массы, на мой взгляд, хотят легкости. И тут возникает вопрос, не обидно ли будет автору, что те смыслы, которые он вкладывает в песни, все же даже за многие годы не будут услышаны массами людей. Они будут идти слепыми, ведомые слепыми. Ну, эти массы. Ну, во-первых, я не зрячий, чтобы вести массу за собой вслепые. Ну, это во-первых. А во-вторых, ну, так за 13 лет массы-то таки не услышали, собственно говоря. Почему? Массы есть, но они такие массы. Не массы, а массы. А массы. Не массы. Не массы, а массы. Так это творчество, это же не нюша, извините. Кричайник — это не нюша. Кричайник — это хрюша. Это не попса, это другая музыка. Музыка, которая требует мыслей. Я имею в виду включения мозга. А мозг включают массы, не умеют. Массы, они, простите меня, массы, если вдруг что... Хотя, в общем, слово массы, вдруг ассоциации нехорошие возникли в голове. Массы разные бывают, сказал он. Да, так вот. Массам эта музыка, наверное, и не нужна. Просто потому что если бы... Как я всегда говорю, вот когда слышу что-нибудь клёвое, когда играют люди, мне говорят, это же попса. Я говорю, так если бы вся попса была в России такая, я бы гордился Россией. Вот если бы все люди, вся масса людей была массой разумных существ, ну тогда да, тогда группа ДМЦ наверняка уже, что называется, на Олимпе на самой вершине стояла. Ну, к сожалению, живём так, как живём среди тех, среди кого приходится. Уж извините меня, массы. Но к аудитории своего радио это ни малейшего отношения не имеет. Здесь правильная аудитория. Петь будем? Да, Семён, после вот таких вот дифирамбов про ведущего... Какие дифирамбы? Нет, я про ведущего, слепых, там всё остальное, вот я такой человек... Это, замет, не я сказал. Да, да, да. Вот я такой человек, честно говоря, мне вот прям хочется гадость какую-то сказать. Вот мне не хочется... Ну вот меня прям прёт, вот... Вот я решил, вот сейчас вот после вот этих вот... У тебя есть кому? ...про глубину текста, он палец и откусит, убери. Вот после этих всех песен я всё-таки, вот я решил... Вот я думал, ну, наверное, я спою вот эту вот очень глубоко философскую, очень серьёзную песню. Ну, ты же помнишь «12 плюс», да? Там во всём тексте нужен сплюн. Она очень глубокая. Давай-давай. Спи, я не знаю, что тебе снится, Но уверен в руке твоей птицы Тонет в луже бумажный корабль, А над ним пролетает журавль. Бьётся сердцу вставшей синицы, Бьются лбами о стол тараканы, У подушки морская свинья. Хрю, это я. Спи, пусть мостов разведённых простуда, Пусть пройдёт, я скандалить не буду, Ты считаешь, что кто-то свинья. Хрю, это я. Хрю, это я. Спи, рядом кот ему снится сметана, Домовой мне сказал, что я пьяный, И погладил морскую свинью. Хрю, хрю, I love you. Хрю, I love you. Спи, это я. Спи, это я. Очень глубокомысленное произведение, прямо скажем. И ты мне вдруг напомнил анекдот, Старый древний анекдот, Когда соседка выходит из подъезда, Идёт навстречу её соседу седьмой квартиры, Она смотрит на него и говорит, Василий, ты опять пьяный, как свинья. Шибанов, Саша, пришёл, вот вопросы задавать, Тоже здесь на квартирничке присутствующий. Я хотел, честно, с Филонич, Но меня тут настояли спросить, Андрей, два вопроса, две прекрасные девушки. Девушку Насте не интересуется? Нет, нет. Не привлекался. Одно из крайних выступлений Андрея было в Перово, Она жалуется, что рождали весь день, замёрзли, Но Андрей сыграл всего четыре песни. Как так вышло, и как после этого изменилось отношение... И как после этого к нему относиться вообще? И как изменилось отношение к Скляру? Итак, друзья, я расскажу, что произошло на самом деле В течение двух минут. Мы тоже замёрзли, ребят. То есть, ну, погода. То есть, и организаторы фестиваля не виноваты в том, Что была погода такая вот, И в том, что было холодно. Что произошло на самом деле? Немножко график сместился. Так бывает на каждом фестивале. На огромном... То есть, с большим количеством коллективов. Это нормальная практика, Когда кто-то задерживается, Кто-то... Ну, то есть, как бы раньше выходит. Скляр... Я его безумно уважаю. Я обожаю песни этого человека. Вот. Он приехал немножко позже. Ну, так получилось. К нам подошли организаторы, сказали, Ребят, давайте вот он, а потом вы. Ну, это нормально. То есть, это абсолютно нормально. Так получилось. Ну, потом, ну, подошла полиция и попросила... Более жестко. Нет, нет, нет. Они попросили сворачивать лавочку. Причем, вполне, опять же, таки, законно. Потому что 10 вечера. И люди, жители микрорайона Перова, Не виноваты, что у нас здесь рок-н-ролл какой-то. Так получилось. Мы сыграли, то есть, сколько нам было нужно. У нас, к организаторам, нет абсолютно никаких претензий. Для меня фестиваль у святого князя Владимира Был примером того, как вот энтузиасты, Как люди, которые, не имея опыта в проведении фестиваля, Сделали все, что могли. Сделали это красиво. И сделали это с душой. Атмосфера царила просто обалденная. Вот честно, вот для меня. То есть, это вот не на каждом фестивале встретишь, Когда тебя и так вот, и привозят, и все, и кормят. Вот. И нормально к тебе относят. То есть, ну, ребят, все было на высшем уровне. И, ну, друзья, вот те люди, которые ждали ДМЦ, Мы готовили часовую программу. Но так получилось, что мы сыграли 4 или 5 песен, Даже уже не помню. Вот. Потому что, ну, холодно было состояние аффекта. А тут, ребята, прекращайте. То есть, ну, может... Тут скляр еще. Вот. Нет, скляр свое уже отпел. Вот. Навсегда. То есть, друзья, простите нас. То есть, я думаю, что мы еще не раз встретимся. И я вот, что скажу. Я хочу сказать огромное спасибо, опять же таки, организаторам. Ребят, вы молодцы. Вы, по крайней мере, постарались, и вы это сделали. У меня есть для тебя предложение. В Перово есть переходы. Их много. И ты можешь допеть все остальные песни, просто приехать и допеть. Я думаю, что те, кто хотел... Семен, у меня есть лучшее предложение. Какое? Ну, пусть допоет тот, кто забрал у нас время. Саш, есть какие-то еще вопросы? Да, есть еще вопрос. Вот, ну, видит Бог, я не хотел его задавать, но меня очень просит. Просите меня тоже, Андрей Владимирович. Так это ты? Это был не Рустам, да? Нет, это был не я, теперь знает твое общество просто. Я просто зачитаю. Спроси, плиз, у чайника, женат ли он, и есть ли у него девушка. Плиз, плиз, ты же знаешь, я его люблю-люблю. Окей. Друзья. Подпись. Подпись, но я ему потом... Друзья, я на такие вопросы не отвечаю. Просто, вот, простите меня, пожалуйста. Я так и знал, я предупреждал. Ты должен был пойти в другой, думал, сказать, я продолжу. Так вот, скляр, я его очень люблю, на самом деле. Будь дипломатичнее, что ты не отвечаешь. Нет, на самом деле, ну, мы же музыку делаем не для того, чтобы вы узнавали, женаты мы или не женаты, есть ли у нас там жены или дети, там, или все остальное. У меня все отлично. У меня есть любимая женщина, которую я очень люблю, я уверен, что она сейчас слушает вот свое радио. У меня есть любимый сын, который растет и ждет, когда папа все-таки ему позвонит и скажет, Андрюх, у меня, да, сына зовут Андрей, у меня Андрей Андреевич. Вот, так что, ребят, у меня все хорошо и в личной жизни, и не в личной тоже. Все? Носим? Слушай, стоп, 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 это вырежем, я должен по-другому был ответить. Что значит вырежем? Это прямой эфир, что сказал? Как дела мои, все в порядке. Спасибо. Давай двигаться дальше, нужно петь что-то еще, хотелось бы. Что ты там себе надумал, что на душу легло? Я просто обещал, вот, помнишь, мы говорили о героине, об наркотиках? Угу. Вот, анти... Ну, давай. Ты прячешь любовь в подворотне, а сердце твое уносит ночной почтальон. Домой, возвращаясь в лохмотьях, потрепанных чувств, думаешь, это сон. Трава помогает забыть, а в каких-то подъездах, убитых мечтах. Но солнце зайдет, и закончится день, исчезнет потребность в словах. Все это игра в расто-растояния, все это игра в расто-растояния. Все это игра под названием расто-расто, расто-расто, мания, мания. И утро врывается в спальню, и кофе в постель, но приносит мне тот. Ты пленница замков крустальных, в общаге живешь, вот уже третий год. Смиряешься с ролью жены, но устала подкручивать винтики-гайки. В объятиях холодной зимы нас с тобой согревает горячее солнце Ямайки. Все это игра в расто-растояния, все это игра в расто-растояния. Все это игра под названием расто-расто, расто-расто, мания, мания и я. Все это игра в расто-растоянии. Группы, естественно, появится еще больше поклонников, хотя, казалось бы, куда больше. Их и так массы. Ну, массы, но массы. Но хотелось бы, чтобы действительно этих поклонников становилось все больше. И счастье есть. Народу сегодня действительно украинского очень много. Тех самых ребят, которые тебя давно не видели, не слышали. Они подключились, если не все. Ну, понятно, что не все, но очень многие. И передаете огромные приветы со всех, изо всех абсолютно уголков Украины. Здесь масса таких добрых слов из разных-разных совсем регионов. Вот Андрей Архипов, ну, этот человек совсем не из Украины, пишет, что сижу такой типа на кухне, чашки-чайники, много народа. Все пьют, и не только чай-кофе, вежливые разговоры, старенькие колонки, гитара в руках гостя, теплая атмосфера, кальянно-сигаретный дым. Вот что я вижу, слушая сегодняшний эфир. Ну, скажу вам, кальяна тут нет, кальян был вчера, Вова. Но есть кальян зато. Есть кальян. Который принес гитара, да. И пьем мы чай, исключительно кофе, но если у вас рождается такая ассоциация, что здесь все настолько тепло, это хорошо. Сегодня у нас, на самом деле, экспериментальный эфир получился. Вообще спасибо Алексею Архиповскому, надо сказать, за то, что он сегодня не смог прийти к нам, как было запланировано, уехал в Китай. Сейчас он врывается в студию с балалайкой, говорит, нет, я передумался. Вот, благодаря его неприходу здесь появился гречайник и масса людей, которые хотели бы с ним пообщаться. Вот мальчик даже забежал. Чего просили кто-нибудь? Забежал таки. И поэтому обстановочка сегодня получилась такая, а время-то уходит уже совсем, остается немножечко, такая очень добрая, теплая, как всегда теплая атмосфера в программе «Живую», но сегодня особенно. Это чертовски приятно, это не может не радовать. И я благодарен всем тем, кто здесь сегодня помогает нам. Ну, хотя бы даже... И особенно вот этому мальчику в наушниках. Олегович, молчи. Мини-ми, вот ей-богу, ми-ни-ми. Давай что-нибудь еще сейчас споем. Посмотрим, там по времени, может, на что-то еще времени хватит даже. А сколько песен-то осталось? Ну, я хотел бы парочку еще. Парочку? Парочку еще. Мне за 9 минут мы 3 не успеем, парочку хотим. Боль проходит, как последним вздохом, Плащ молитв великого поста. Помнят камни проклятой голгофы, Как распели на кресте Христа Выйду вечером к заброшенному храму Помолюсь видавшим зла до куполам Сквозь века услышу крик «Асана» И тихий плач «Марию Христа» Мария у креста плачет Мария Мария О, креста плачет Мария Спрятав страх в замерзшей ладони В предрассветных сумерках прошу Чтобы боль ушла с последним вдохом воли Но в надежде все еще дышу И чужими вижу я глазами День субботний, стая птиц, весна Слышу ангелы поют за облаками Слышу плач «Мария» у креста Мария О, креста плачет Мария О, креста плачет Мария О, креста плачет Мария Ну, собственно, да, еще одна песня И мы закончим Как-то время опять же быстро Улетело Человек написал удивительное сообщение Слушал, слушал И понимаю, что что-то знакомое Вот если бы с самого начала Не знал, что это Гречаник Я бы сказал обновленный Чиж и Ко Спасибо за духовность О, как Спасибо С кем тебя еще не сравнивали Так это с Чижом Удивительно, конечно Спасибо Андрею Гречанику За обалденный эфир Веселое и веселье в студии своего Ой, да, тут весело Особенно вот мини-ми веселится, радуется Хвостиком вертит Я теперь знаю, как свою собаку назову Если вдруг что Сейчас пока есть собака Да, ну, время пройдет Надо будет следующее назвать мини-ми Ну что ты машешь Собаки Меньше живут К сожалению Увы Знаешь что? Нас осталось 5 минут Даже чуть меньше Я хочу Вообще тебе спасибо сказать хочу Вот несмотря ни на что Сволочь-то, конечно Но несмотря ни на что Люблю тебя, чертяку И понимаю прекрасно, что У тебя поклонников Становится все больше А это нас не может не радовать Как только будут новые песни Я думаю, ты знаешь, да? Ты все понимаешь Само собой Естественно Но не забывай про мальчика Он тоже хочет с тобой песни петь Ему тоже популярность нужна Хоть какая-то Семен, я думаю Ты знаешь, я вот Созрел Я, наверное, вот этой песней закончу Песни для мальчика Все же ты решился Я, да Я вот даже слова сейчас Вскоре вспоминаю Все же ты решился Подожди, подожди секундочку Подожди, подожди Иначе подожди Не пой Подожди, подожди Еще есть некоторое времечко Я хотел бы тебе Кое-что еще почитать Здравствуйте Я очень люблю группу ДМЦ Спасибо вам за ваше творчество Вы прекрасны Вы великолепны Андрею особый привет Группе ДМЦ Поздравления Тут масса Действительно Сплошные восторги Телефон-то пожалейте Его сложнее купить Чем чашку оплатить Это о чем, Андрей? Я не очень понял Я понял У меня просто телефон такой Который все время Меня спрашивают Что это у тебя за телефон? А я его сразу швыряю в дерево И объясняю Ребята, это не чехол Это такой телефон Спасибо, это круто Очень своеобразный человек Очень своеобразная манера исполнения Пишет Андрей Федин Ну, я думаю, что Если Андрей послушает Теперь полный звук Про новые песни Лучше не Андрею говорить Все равно забудет Пишет Олег Коральник Он знает Не забуду Олег, я спою бесов Прости меня И допросят меня Все члены нашей огромной Большой семьи У вас же демократия Демократия, но маленькая У вас демократия Так вот Сообщу всем Что завтра У нас полный звук Группа Helium Jam Я надеюсь, мы вас удивим Как мы это любим делать Helium Jam Группа Не буду пока Раскрывать карты Но если вы погуглите Все сами поймете А те, кто любят Слушать эфир Что называется Чистого листа Не прослушивая заранее Произведений Групп приходящих сюда Полагаю, будут тоже Удивлены, как и сегодня Спасибо тебе большое Закончим уже, к сожалению Какой песней? Грустной И новой Это же традиция За это большое спасибо За новое, как всегда Спасибо Всем пока, до завтра Будьте здоровы Андрей Гречен Это из-за океана Это новое правило жизни Революция грязных стаканов Это новое правило смерти Недобитые стереотипы Просят милостыню у собора Вновь висит на кресте спаситель Вновь прощает убийцу и вора Это бесы без сна беснуются Это весна куражится Сбудется или не сбудется Все по губам размажется Этому нет оправдания В этом нет ни Христа, ни Будды У меня лишь одно желание Прочь убежать отсюда Это из темного леса Это ночью пришло в наш город Кто успел, тот продал душу бесу И остался навеки молод Это взвившиеся знамена Это новая битва за правду Только вновь мир отточит икона И годила свиньи тлеет ладан Это бесы без сна беснуются Это весна куражится Сбудется или не сбудется Все по губам размажется Этому нет оправдания В этом нет ни Христа, ни Будды У меня лишь одно желание Прочь убежать отсюда Это бесы без сна беснуются Это весна куражится Сбудется или не сбудется Все по губам размажется Этому нет оправдания В этом нет ни Христа, ни Будды У меня лишь одно желание Прочь убежать отсюда Продолжение следует... Продолжение следует...